Для успешного конкурирования на растущем рынке молочно-товарные фермы нацелены на эффективность производства. Немалую цель в этом играют цифровые технологии. Одна из ферм, которая успешно внедрила цифровые технологии, находится на юге Казахстана, в Алматинской области. Работает с 2002 года, но к цифровизации здесь пришли только спустя 11 лет после запуска. Человека не надо там, оператор только ходит, смотрит, чтобы корова зашла, а в остальном все делает, всю доильную, доильный процесс делает сам робот, получается. Поголовье на ферме 1520 голов, из которых 600 дойных коров. В сутки здесь получают 20 тонн молока или около 33 литров на каждую корову. Чтобы обслужить такое поголовье по старинке, потребовался бы большой штат зоотехников, ветеринаров, доярок, уборщиков. Сегодня основную работу за людей делает техника. Корова на ферме окружена автоматизированными системами. Вода подается в автопоилки, навоз удаляется с креперной установкой, чесалки включаются от прикосновения. Кроме того, животное постоянно находится под неусыпным наблюдением компьютера. У коров есть ошейники, на ногах есть датчики движения, которые упрощают работу ассиминаторов, работу ветврачей. Получается, таким поводом мы узнаем, что корова гуляет, и ассиминатор, смотря на компьютер, может узнать, что корова гуляет и может ее ассиминить. Все данные о каждом животном из стада собираются и анализируются в программе управления стадом. Руководство фермы уже ощутило плюсы от внедрения цифровых технологий – экономия времени и денег. Это можно увидеть на примере кормления. Когда корова подходит к роботу, для нее подается корм, отдельный корм. И получается, для каждой коровы это индивидуально. К примеру, если бы этот человек давал бы, он бы не знал бы, например, сколько дать корма этой корове, так как он не знает, сколько она надаивает на данный момент. И получается, робот вот это полностью высчитывает и дает ей то, на что она дает молоко, на то и ей дают корм, получается. Если, к примеру, корова дает 45-50 литров, да, получается, количество данного корма должно быть 2 килограмма. Если чуть меньше, получается, это 1,5 килограмма. Тем самым мы выигрываем тем, что не расходуем корма просто так. В противоположной части Казахстана, в североказахстанской области, с 2019 года подобной технологией внедрила другая молочно-товарная ферма. Прежде чем подойти к молочно-товарной ферме, мы объездили весь Казахстан, полмира, наверное, в России были. И изучив весь этот опыт, мы приняли решение строить современную и цифровую. Автоматизированная система управления стадом на молочной ферме во многом похожа на другой пример. Она также отслеживает все показатели стада и контролирует, в частности, кормление. Женщины, составляющие почти половину работников фермы, играют важную роль в управлении системой и программами. Вот эта вся информация после кормления, она передается через Wi-Fi на основной компьютер. Здесь я могу уже посмотреть отчеты, допустим, на сегодняшний день или на вчерашний день. Данные о каждом животном хранятся в цифровом виде. Специалисты знают, сколько молока производит каждая корова и чем она питается. Эта информация особенно полезна при принятии решений об осеменении. Есть у нас такой вот отчет о Неструс. Это те коровы, которые не осеменились, хотя они должны были уже осемениться. Есть, допустим, те коровы, которые отелилась, ей уже 74-й день. Она уже должна была давно осемениться, но она еще не пришла в охоту. То есть с ней нужно либо ее на лечение ставить, либо ее нужно посмотреть. На этой молочно-товарной ферме тоже оценили экономические преимущества цифровых технологий, которые выражаются в экономии времени персонала, расходных материалов, заровной платы. Нет, затраты семени на эффективное осеменение. Вот больше, да. Более, этот, перегулов меньше стало у нас по стаду. А это, соответственно, влияет и на период лактации, период лактации, соответственно, на экономику в целом и так далее. Ну, то оно все взаимосвязано. Для молочных ферм цифровизация – это не просто тенденция, а реальный инструмент для достижения успеха в сегодняшней высококонкурентной среде. Именно поэтому успешные молочные фермеры внимательно следят за появлением новых продуктов на рынке и постоянно тестируют их у себя на производстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова